Книжный магазин «Искра» стал отличной площадкой для проведения мероприятия в рамках акции «Семейное чтение». Где, как ни здесь, в окружении книг можно познакомиться с новыми персонажами. На пару мгновений стать свидетелями завораживающих и увлекательных сказочных приключений. У ребят, пришедших на встречу, как раз была такая возможность. Сотрудники магазина представили внимание юных брещан – большой ассортимент детских изданий. Не применули поинтересоваться у ребят, любят ли они чтение. В нашем книжном магазине покупается, наверное, первая книга, которая дарится ребенку, которая и от нас зависит, что мы предложим детям и будут ли они читать. И мы бы хотели возродить традицию, так чтобы папа, мама, бабушки и дедушки читали вместе с детками. Потому что, ну вот, книги есть классика, которая на этой классике выросли, не одно поколение выросло. Книги читали бабушки, потом мамы, теперь читают эти же книги дети. В гости к детям и их родителям пришли известные брестские писатели. Они поделились своим творчеством, побеседовали с ребятами, а также представили внимание публике новые книги. Автор множества изданий для детей Иван Мельничук знает, как заинтересовать ребенка и привить ему любовь к чтению. Брестский писатель убежден, с юными читателями следует разговаривать на их языке, учитывать их интересы и возрастные особенности. Стараюсь писать так, как это требует детям. По-детяче, просто, разумело, доступно. Так само это все и для дорослых. И дорослые так само любят мои казочки, мои маленькие оповедания, мои вершики веселые, цикавые, забавные. Традиция семейного чтения целиком зависит от того, насколько серьезно родители подойдут к этому вопросу. Современные гаджеты не в силах заменить печатные издания и чтения. Однако, к сожалению, не все это понимают. К противникам традиционного чтения книг уж точно не отнести многодетную маму Юлию Головач. Своим детям она с раннего детства читает произведения известных авторов. Я точно знаю, что сейчас литературу нужно очень четко разграничивать. И нужно мамам четко смотреть современных писателей. Прекрасные сказки есть. Вот много есть прекрасных сказок. Я лично всегда смотрю, каким языком написаны эти книги. Современные же книги, каким они языком написаны. Чтобы не было супер каких-то новомодных, навороченных слов. Чтобы это была речь очень понятная и детям, чтобы было понятно, о чем мы читаем. Чтобы не приходилось каждое слово ему объяснять, что это значит. Я всегда, ну, примерно прочитывая, покупая какую-то книгу в магазине, я всегда примерно прочитываю, каким языком она написана. В семье второклассницы Александры Алфимовой тоже любят чтение. Из книг девочка черпает много полезного для себя. Поучительным примером является известный персонаж Виктора Драгунского. Денискина сказки мы с мамой вместе читали. Здравствуйте тебе? Да. Расскажи о чем. Мне особенно понравилось, как он кашу прохожим выведом. Так смешно было. Все тайно становится явным, да? Да. Ты помнишь главную девку. Хорошо, как ты считаешь, детки твоего возраста должны читать? Да. Почему? Ну, потому что уже взрослые должны уметь читать. Во второй класс, если ходят особенно. Семейное чтение в магазине «Искра» подтвердило необходимость таких встреч работники торгового объекта. По секрету признались, такие мероприятия будут проходить на регулярной основе.